Приветствую вас! Давайте разберём, что что вы написали. Всю жизнь, пишите вы, я боролась с собой. Ну, вот, в принципе, сходу уже можно дать какие-то небольшие комментарии, да, по ходу, ну, по ходу текста вашего. Боролась с собой. Что значит боролась с собой? Боролась с собой, значит, подавляла себя, принижала себя, обеспенивала себя, убеждала, что это глупо, это не нужно, это пустое, да? Вот. То есть борьба с собой, это всегда подавление себя. Подавление, ну, своих чувств, своих эмоций, своих желаний, своих потребностей. Вот. Я не знаю, честно, отдаёте ли вы себе в этом отсчёт, то есть понимаете ли вы, что это вот действительно так или нет. Но, тем не менее, тем не менее, ситуация, она именно вот такая, здесь. И у этой борьбы, наверное, есть какие-то свои фигуры ключевые. То есть почему-то вы решили, что с собой надо бороться, почему-то вы решили, что от себя нельзя принимать. Такой, как АВС. В детстве я была стеснительной, неуверенной в себе девочкой, но я хотела и начала меняться. Смотрите, стеснение, стеснительность, да, это непринятие себя. Это вот стеснительность. Если человек стесняется, значит он не принимает какие-то черты своей личности, вот. Он не принимает, вероятно, самого себя, вот. И, судя по всему, именно это с вами и происходит. Что вы себя не принимаете. Давайте сразу подумаем тогда. А что конкретно вы себе не принимаете? Конкретно. Сейчас, вот, например, на данный момент, что вы в себе не принимаете? Почему вы считаетесь, поэтому у вас, ну, грубо говоря, да, быть не должно. Ну, чего угодно. Абсолютно чего угодно. О чем бы не должна речь. Все важно. Далее, неуверенность в себе. Неуверенность в себе это, по большому счету, отсутствие следования своим путем. То есть, вы не идете, не шли по жизни своим путем. То есть, тем путем, который, вот, у вас был и есть. А вы идете, ну, с чужим путем. Вот это, может быть, путь других людей, чтобы их как-то, ну, я не знаю, может быть, привлечь, может быть, удовлетворить, угодить им. Вот. Тут, конечно, нужно смотреть, как и что. Что конкретно происходит. Но, в любом случае, я могу сказать, что, вот, непринятие себя происходит. Непринятие себя и отсутствие следования своим путем. Вот это, то есть, неполучение обратной связи. Живой обратной связи. От того, что я делаю. То есть, вот я что-то делаю и, соответственно, никакой живой обратной связи я не получал. Ну, по той или иной причине. Вот. По той или иной причине. Уверенность в себе появляется, когда что-то человек делает, совпадает с его желаниями и с его оценками. Вот. Далее вы говорите, я хотел и не желал меняться. Опять же, перемены хороши, когда они раскрывают человека. То есть, если вы себя раскрываете в переменах, это великолепно. Но вы пишите, что я похудела и начала нравиться себе. То есть, вы поменялись внешне. То есть, вы, грубо говоря, создали обстоятельства, в которых вы просто приняли себя. Ну, такой, какая вы есть. Опять-таки. То есть, вы не поменялись. Как такова. Вы не раскрыли себя, не раскрыли свои чувства, не раскрыли свои попрепности, вы не раскрыли свои проблемы, нет. Ничего этого вы не сделали. Вы просто-напросто Сделали так, чтобы сделали так, чтобы тебе понравится. Это означает, ну, грубо говоря, подогнать все условия. Вы не поменялись. Все, что дальше происходило, это, что у вас появилась компания, друзья и так далее. Вот. Вас, эм, стали принимать. Но удивительно, вас стали принимать только потому, что вы себя стали принимать. А тогда вот себя вы стали принимать с определенным условием. Правда ведь? Ну, ведь были условия какие-то, да? Да, условия были. Я должна похудеть там, ну, и так далее, и прочее. Далее, нашла друзей. Тоже очень, очень важный момент. Друзей вы нашли как? То есть, ну, на основании чего нашли друзей? То есть, друзей по поводу, по какому поводу нашли друзей? То есть, знаете, друзей нельзя найти просто так, вообще говоря. То есть, друзей можно найти только, ну, в какой-то такой совместной деятельности. Общей. Значит, для того, чтобы вам найти друзей, вам нужно было чем-то заниматься. И заниматься нужно было, в первую очередь, чем-то для себя. Ну, что мне кажется вполне логичным. Опять-таки. Вот. У вас же позиция, если я правильно понял, у вас позиция была такая, что мне нужны друзья. Любой спиной мне нужны друзья. Я хочу друзей, неважно, что я делаю, неважно, чем я занимаюсь. Чем я занимаюсь при этом. О. Хорошо ли это? Нет, не совсем хорошо. Потому что, опять же, настоящих друзей вы и так не приобретаете. Ну, вы именно настоящих друзей. Элизию, да. Как бы для количества, да. Но не настоящих друзей. Дальше. Так. Стало более общительное, да смело, пыталось быть такого. Но опять же, подстраивали. Так. Я знал, что нужно продолжать разговор с людьми, а не молчать. Опять же, смотрят с кем. Можно с некоторыми людьми молчать, в этом нет ничего такого. Давалось мне это трудно. Но я желаю приобретать друзей. То есть, то есть, по сути, вы жертвовали собой. То есть, шли на такую постоянную жертву ради друзей. Друзья это, ну, наверное, вот в данном случае, друзья это самое главное вообще. Для вас. Видимо. Так мне, по крайней мере, показалось. Ради друзей вы готовы себя в счет вы принести. Вот. Так. Давайте подумаем. В чем вам было, в чем вам было трудно поделать общение? Особенно, если бы вы занимались любимым делом. Ну, я имею ввиду, с тем делом, которое бы реально объединяло вас с другими людьми. Если бы ваша деятельность не ставила бы во главу угла людей, да? А ставила бы во главу угла какие-то другие более, ну, более высокие цели. Не людей. А что-то еще. Что-то еще помимо людей. Было бы здорово. Как вы считаете? Мне кажется, да. Дальше. Со временем я начал теряться в себе толстелы и началось расстройство пищевого поведения. Ну, тут, наверное, надо бы спросить, что значит со временем? С каким временем? Что-то произошло? Что-то поменялось? Что-то стало иначе? Что-то изменилось? Что именно произошло? Что именно произошло? В результате чего у вас началось вот такое изменение? Ведь, грубо говоря, все было хорошо, а потом, внезапно, вдруг, что-то пошло не так. Ну, я думаю, что в любом случае нужно выяснить, что именно пошло не так. Если вы понимаете, о чем я говорю, конечно. Ну, по сути, по сути дела, а я думаю, что вы остались той, что-то вы не поменялись, вы не изменились, вы остались такой, по факту. То есть, ваши проблемы, они как были, так и остались. Они не поменялись, ваши проблемы. Смотрите, какая история. Не учли. А дальше бизнес, просто в большей степени. Дальше бизнес, потому что действовали вы во многом именно для людей, других людей, а не для себя. Вы действовали для них, а не для себя. Вы действовали для того, чтобы удержать и сохранить друзей. Но вы не действовали для того, чтобы, скажем так, сделать что-то, опять же, для себя. Вот. Поэтому и ресурс вырабатывался. Вы надрывались, пытались не быть той, кто вы есть. Делали колоссальные усилия, люди этого не понимали, не давали вам обратной связи. Вот, в итоге вы уставали и скатывались в то, что вы описываете, по сути. Как бы, ну, расстройство пищевого поведения, да, это, с одной стороны, нехватка эндорфинов, да. Но вот, с другой стороны, это отсутствие защищенности. Тут, как бы, вы не чувствовали себя, ну, вы не чувствовали себя защищенным. Вот. Почему-то. А потому что ответственность за это вы возложите на других людей, а не на себя. Вы своей целью поставили других людей, вот, а уже люди должны были вам дать ту самую безопасность, в которой вы так нуждались. И нуждались до сих пор, потому что всех отталкиваетесь вы именно по этой причине. Вот. Дальше, эм, так, я была помечена на себе и своей фигуре. Ну, то есть, есть, опять же, сравнение себя с другими. А, можно сказать, стыд. Ну, можно сказать стыд, можно сказать, что у вас имел место быть стыд. Может быть, даже имеет место быть у вас стыд, стыд. Вот. То есть, стыд это, по сравнению, постоянное, постоянное сравнение себя с другими людьми, опять же. И следование стереотипом, неверное представление о других людях. Вот. И о себе, в том числе, тоже, в этой системе. Вот это то, что называется, ну, это то, что можно назвать комплексами. Вот. В определенной степени это то, что можно назвать комплексами. Дальше. Так. Заберлась в доме, два года ни с кем не общалась. Да? То есть, социофобия. Социофобия, страх людей. Почему возникает социофобия? Такой вот, мне кажется, очень интересный вопрос. Почему возникает социофобия? Возникает она потому что человек хочет контакта с другими людьми. Человек хочет взаимодействовать с другими людьми. Человеку это нужно. И социофобия возникает тогда, когда человек запрещается без взаимодействия. Не потому что для него это, ну, имеет определенное значение. Вот. То есть, вы заперлись и ни с кем не общались, два года. Это, естественно, как проявление социофобия. И я понимаю, что это серьезно. Я понимаю, что это не просто так. Я это прекрасно понимаю. Так. Вот. Но я также считаю, что вам, ну, с этим нужно работать. Вот. То есть, это не что-то такое, да, что вот можно, от чего можно просто взять и избавить. Это именно работа над собой. Вот. Потому что, ну, социофобические проявления находятся достаточно глубоко. Вот. Дальше. Когда мне нужно было выходить из дома, я надевал мешковатую одежду и думал, что если люди увидят мое лицо и тело, им это не противно. Откуда такие мысли? У вас. Опять же. Взяли. 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 Почему вы считаете, что люди вообще-то подобные увидят в виде вас и ваше тело? Опять же, это стыдь, сравнение себя с другими и ориентирование, ориентирование на общественное мнение. Вот. Ну, то есть, все как бы, основные аспекты, да, комплексов. Взят, наверное, аспекты комплекса у вас заметно, чтобы быть. Вот. Причём, я полагаю, что всё вот вы хотите, хотите внимание, да, вы переносите это внимание, опять же, ну, своё потребность во внимание вы переносите на людей. Вот видите внимание, как тебе там, где его нет, а где оно есть, вы его не видите. Вот. Потому что, ну, возможно, возможно, я не уверен, да, но возможно. Тут ещё сыграла роль, достаточно сильно сыграла роль ещё и то, как вы с родителями свои отношения строите. То есть, если вы с родителями отношения устраивали хорошие, вот, ну, именно, именно хорошие отношения. Такие вот, что прям, качественные. Вот одно. Ну, ну, если у вас были проблемы в отношениях, а они, скорее всего, были, потому что стеснительность и не уверенность в себе не может возникнуть сам по себе. То здесь, конечно, нужно работать тоже. Так, а потом я поняла, что с этим нужно, что надо всё это делать, питалась нормально питаться, лечилась в организме. Но, опять же, не работали с чувствами. Я завела огромную компанию, а потом она распалась. Ну, да. То есть, у вас всё ориентируется на, опять же, окружающих людей. Заметьте, всё исключительно ориентируется только на окружающих людей. Не на себя. Себе вы не доверяете. Нормально? Какая история? К себе доверия нет. Если вы себе не доверяете, да, то, вот, что получат люди, общаясь с вами? Ну, общаясь с вами, взаимодействуя с вами. Что получат люди? Вот. Если вы себе не доверяете. Они получат только растворение. Они получат человека, который будет пытаться раствориться в них. А это неприятно. Никому. Никому это неприятно, понимаете, какая история. Вот. Потому у вас, возможно, и не получается выстраивать отношения с людьми. Хотя здесь, конечно, могут быть ещё причины, безусловно. Но мне пока видится именно так. Так. Все пришли в знакомых, друзья, осталось мало. А из-за чего рассталась компания? Почему распалась, точнее? Как вы, опять же, завели огромную компанию? Что объединяло этих людей в этой компании? Непонятно. Друзья, осталось мало. И что? Я начала погружаться в себя. И постоянно читала, что-то читала. То есть, вы убегали от реальности. Чем-то она вам угрожала? Вам угрожала? Чем? Был один человек, в котором мы постоянно сидели до поздней ночи и говорили. Он был мне как брат. Ну, опять же, я не знаю, сколько вам лет было, безусловно, тогда. Но по опыту могу сказать, что с большей долей вероятности можно утверждать, что мужчина, возможно, если это действительно был мужчина, да, то мужчина хотел чего-то больше от вас. Вот. То есть, вполне вероятно, что мужчина хотел отношений. Мужчина хотел быть к вам ближе, а вы этого не увидели, не распознали его симпатию. К вам, а он по итогу просто устал ждать. Вот. Опять же, я в этом не уверен. В том, что я сейчас говорю. Вот. Но в любом случае, причины какие-то его ухода были. И однозначно можно сказать, что вы этих причин не знаете. То есть, вы не можете сказать, что это были за причины ухода. А, а, нужно, нужно узнать. Нужно узнать. Дальше... Так, значит. Он мне, через полгода, он просто перестал со мной общаться. Мы слили по улице, он сказал себе, что первый раз, когда мы увидимся, так произошло. Мы год не общаемся. Так, я стал выбрасывать людей из своей жизни, причем ненамеренно. Ну как ненамеренно, если вы не здоровались, ни с кем не поддерживали связь. То есть вы начали бояться близости. Почему? Потому что вы испытали боль. Но вы бежите от боли, вы избегаете боли, потому что считается, что боль это плохо. Вот. А боль это на самом деле источник чего? Это источник нашего развития. То есть если человеку боль, он развивается, он делает какие-то выводы. Он куда-то идет, он движется куда-то. Вот. Если, соответственно, человек не испытывает боль, да, то он, соответственно, никуда не двигается. Он никуда не идет и он, соответственно, увязает в стагнашую. Вот. Ну, по сути, вот так, как вы увязли в ней. Вот. В стагнашую. Понятно, да? О чем идет пречь. А, дальше. Так. Стал обезразличен ко всему. За временем ушли из моей жизни, да, самые дорогие люди. Я не хотел менять свой характер. Меня все устраивало. Мне было плевать на мнение окружающих, но это главное все от себе, что люблю себя. Но, опять же, внушение, да, тут что-то вы делали, делали до сих пор, до этого. Вот это все внушение. То есть как бы это все рационализация. А, все люди, так, которые приходили, были временными. Я не спорю, с ними было хорошо, но не долго. А что вы делали, когда это было долго? Чем хорошо было? Сейчас я все больше времени провожу наедине с собой. Вижу, как все мои знакомые выселятся. Тем временем я молча наблюдаю за этим. Здесь противоречие. Вы пишите, что вас все устраивало, а тут вы уже пишите, что вы молча наблюдаете за этим. А зачем наблюдаете-то? Я всегда хожу с каменным лицом, не показываю свои чуть эмоции. По какой причине? По какой причине показываете чувство эмоций? Научно учиться, выражать их. Для этого вам необходимо работать с психологом. Вот даже мать, которую я так люблю и сделаю ради нее все, думает, что она мне безразлична. Ну, вы знаете, вот кратко к матери у меня большие вопросы, у меня много вопросов, как к вашей маме. И к тому, как она вас воспитала. Опять же, вопрос к тому, что вы ее идеализируете. То есть, вам, я так понимаю, уже больше двадцати, и в этом возрасте, как бы, к маме пора уже относиться. Так, более, менее, прозрачно. То есть, она важный человек, безусловно, в вашей жизни. Но она, тем не менее, свою роль уже сыграла. А я не могу это поменять. Ну, может, если начнете выражать свои чувства. Если начнете, отлично, запрет на выражение своих чувств. Я потерял интерес ко всему. А у вас был интерес ко всему? Я уже как-то не заметил, что у вас был интерес ко всему, если честно. Я бы заметил, что у вас был интерес к друзьям. У вас нет интереса даже к мужчинам. У вас есть интерес только к друзьям. Почему-то. Так, каждый вечер сидя у себя в тесной комнате. Почему в тесной комнате? Я думаю, что если бы все было иначе. Почему я плакал у всех? Почему? Потому что боитесь близости. А близости боитесь, что сидят личные границы. То есть, нет ответственности личной. За что отвечаю я, за что отвечаю другой человек. Где я, где другой человек? Мне больно, но я пытаюсь это не признавать. Я остался один. А почему вы пытались это не признавать? Что от плохого? Мне никто не пишет, не волнуется за меня, меня забыли все. А вы сами пишете, звоните. Делаю ли я что-то, чтобы сменить это? Нет. Почему? Почему? Может, к какой-то степени мне нравится одиночество. Чем? Но всё же меня это угнетает. Чем? Я хочу любви и нежности, но знаю, что не получу это, так и не могу дать это взамен. Вам не нужно давать это взамен. Что ты делаешь? Сначала? Сначала. Вам нужно к себе выработать адекватное отношение. С помощью психологических работ. Потом, вы будете делать что-то для людей. То есть, наполнив себя любовью, наполнив себя принятием зала, а вы будете делать что-то для людей не жертво собой. То есть, для вас любое действие по отношению к другому, это жертво. Так отношение не строится. Не строится отношение на совершение чего-то с последующим ожиданием чего-то в ответ. Не строится так отношение. Вот. Мне становится страшнее, от того, что постепенно я осталась одна, словно одна во всем мире. Мне интересно в обществе, что в секундух я не знаю. Работать с личными границами. Вот. То есть, коррекция отношения к себе и личные границы. Это то, что я могу сказать. Может быть, может быть, корректирование общения. Может быть. Но это уже деталь. Это уже деталь. Вот. Вот так. А на этом всё. Обратите внимание, что вы не задали свой вопрос. То есть, непонятно, чего вы хотите именно от психологов. Такое впечатление, что вы просто поделились своими мыслями. Это хорошо. Это здорово. Ну, а дальше что? Что делать-то будем со всем этим? Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.